Шкода Октавия четвертого поколения. Нескончаемая череда скетчей, тизеров и шпионских фото Шкода, Октавия четвертого поколения наконец осталась позади. Чешская компания представила новое поколение своего бестселлера. Несмотря на все возрастающую долю кроссоверов, прежняя Октавия даже под излет карьеры оставалась самым популярным продуктом марки. Не мудрено, что производитель попытался улучшить автомобиль по всем фронтам и интегрировать в него максимальное количество передовых фишек. Эксперимент с четырехглазой Октавией такой она стала во время рестайлинга, официально признан неудачным. Автомобиль вернулся к обычным фарам. В целом же новое поколение оказалось похоже на старшего брата Шкода Супер. Никогда ранее смежные модели не были столь близки в плане экстерьера. Теперь их не сложно перепутать. Лифтбек стал на 19 мм длиннее 4689 мм и на 15 мм шире 1829 мм. Колесная база осталась прежней 2686 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления удалось улучшить с 0,29 до 0,24 для универсала с 0,31 до 0,26. По примеру Volkswagen Golf 8 поколения Октавия перешла на обновленную версию модульной платформы MQB. Интерьер тоже во многом напоминает Golf. Теперь элементы расположены в два яруса, разделенных серой горизонтальной полосой. От немецкого собрата достался и миниатюрный рычажок переключения режимов автомата. А вот новый двухспицевый руль здесь свой. Уже в базовой версии предусмотрена медийная система с 8,25 дюймовым сенсорным экраном. В более дорогих комплектациях его диагональ может увеличиться до 10 дюймов. На месте приборной панель 10,25 дюймовый дисплей. Впервые в серии появился опциональный трехзонный климат-контроль. Слегка увеличился объем багажника с 590 до 600 литров у лифтбека и с 610 до 640 литров у универсала. Октавия сохранила богатый выбор силовых агрегатов. Для новинки предложат бензиновые моторы 1 и 0 TSI 110 л.с. 1 и 5 TSI 150 л.с. и 2 и 0 TSI 190 л.с. Обновленный дизельный 2 и 0 TDI будет продаваться в трех вариантах мощностью 115, 150 или 200 л.с. Два последних могут сочетаться с полным приводом. Дополнительно подготовлена газовая версия GTX двигателем 1 и 5 TSI 130 л.с. Бензиновые автомобили с роботизированной трансмиссией можно заказать в варианте мягкого гибрида. В нем предусмотрена бортовая 48-вольтовая электросистема, стартер-генератор с ременным приводом и небольшая литий-ионная батарея. Обещана экономия топлива до 10%. Появился и полноценный подключаемый гибрид, в котором 1 и 4-литровый бензиновый турбомотор сочетается с встроенным в робот электродвигателем. Максимальная отдача составляет 204 л.с. по некоторым сведениям. Будет доступна и 245-сильная версия. Литий-ионный аккумулятор емкостью 13 кВт-часов обеспечивает до 55 км пробега в электрическом режиме. Впрочем, россиянам остается лишь порадоваться за богатство выбора Skoda Octavia в Европе. До нас не доберется ни один из вышеперечисленных вариантов. Высока вероятность, что в России новая Octavia будет продаваться со старыми моторами 1 и 6 MP, IE1 и 4 TSI. Продажи автомобилей должны начаться в конце 2020 года. Задержка вызвана необходимостью запуска локализованной сборки.